У меня такой вопрос. Вы говорили, что любая работа, она идет от Бога, то есть ее Бог доверит. Ну, например, если такая ситуация, что начальник, например, ну я могу не просить ответы, как бы вообще, что начальник отказывается там оформлять трудоловую договору, за тебя ответственность вообще никак не несет, если что-то случается, ты крайне крайне. То есть и так, в данной ситуации здесь, ну начальник уважает, ну все нормально, хороший человек, но ответственность, брать отказывается и никаких договоров, ничего вообще. Вот это называется препятствие судьбы, то есть есть препятствие. Оно преодолевается двумя способами. Первый способ – ты просто молишься, успокаиваешься по поводу начальника, и он трезвеет. Второй способ – менять работу. Но менять работу означает, что Бог должен дать другую. А если он не дает другую, значит, он тебя наказывает за то, что ты делал до этого раньше. И поэтому нужно просто принять, вытерпеть, успокоиться, и тогда он начнет как бы… Понимаете, у вас в природе внутри есть бунт против старших. У вас есть это заложено внутри глубоко-глубоко. И если брать ваше отношение с начальником, то сейчас он на вас обижен. Обижен, давняя обида. Обижен. Вы даже сами не знаете себе, это у вас очень твердый стиль поведения со старшим. Такой категоричный жесткий стиль. И вы его как-то передавили. И он сейчас мстит. То есть выход из положения – это молитва? Нужно, вот поймите, вот всегда, вот это важно, вот видите, опять мы возвращаемся. Вот тяжелая ситуация, да, вроде бы нет выхода. Ну, то есть начальник ведется неправильно. Поймите, что тяжелая ситуация – это всегда влияние времени на вас. Если вы хотите разобраться с ситуацией, сначала победите время. То есть мы не знаем, хороший начальник, плохой, даст Бог другую работу или нет. У нас есть много неизвестных в этой ситуации. Мы начинаем молитву с целью принять ситуацию. То есть я молюсь, неподвижное положение тела, статика дает принятие. Человек молится какое-то время раз, я начальника перевариваю, уже спокойно к нему отношусь, несмотря на то, что он ведет себя неправильно. С этого момента я смотрю дальше, что происходит. Если я вижу, что он все равно ничего не меняется, я спокойно к нему отношусь. Но жизнь такая и будет течь. Это значит, что когда вы отработаете эту плохую судьбу, Бог даст другую работу. Бывает, что человек просто не может измениться, но ты это увидишь, когда успокоишься. А когда ты не успокоен, ты это не увидишь. Может быть, он изменится. Отношение к тебе изменит. Я говорю, что это не плохой. То есть я не уважаю, как он старший. Да. Вот смотрите, он любит пофилософствовать. Он любит поговорить с вами, что-то там демагогию поразводить. Вот так ведь? Возможно, но как бы, скажем, неправильно что ли отношение после этого времени было? Вот он любит это, но вы не любите. Поэтому он вас не любит тоже. Надо учиться терпеть его. Он там что-то как бы говорит, надо слушать. Вот я, допустим, я часто бываю сейчас на Востоке, в Казахстане, и там вот люди такие. Допустим, если он младший, он просто как бы тебя слушает. Вот слушает, уважительно очень слушает. Видишь, что он как бы ноль на массу вообще, но он слушает. Почему? Потому что ты старший. Ну дайте микрофончик. Наверное, сейчас делится с вами знанием. Я хочу подтвердить вот то, что вы сказали, Олег Геннадьевич, что ситуация меняется. Просто это было в моей личной жизни. У меня была начальница, которая, в общем-то, меня просто гнобила. Я приходила на работу. В общем-то, мне было тяжело. Я как-то была домой, жаловалась. И вот у меня была соседка, которая мне сказала, что вот эта женщина, моя начальница, послала мне судьбу. Я когда не понимала ничего в живой политики, то есть я вообще не прикасалась к духовной литературе. И, в общем-то, моя соседка мне не сказала, что это моя начальница, послала судьбу. Что я должна выдержать ее, вытерпеть, принять. Я сначала не понимала, что значит принять, вытерпеть. Но потом, когда осозналась и приняла человека таким, какая она есть на самом деле, вы знаете, отношение ее ко мне поменялось. И даже потом она попросила у меня прощения. Вот это состояние такое соседейное в течение нескольких лет. Я тоже считаю также, что у вас, вот я так вижу, что ваш начальник, он очень мягкий, такой интуитивный, чувствительный человек. А у вас твердый характер, такой спокойный, давящий. И он поэтому нервничает рядом с вами, как бы, ну как бы, я говорю, писает в ботинки. То есть, у меня просто есть опыт, у меня, как бы, ну, кот, я когда студентом был, я домой приезжал к маме, у нее кошка. Я с ней экспериментировал, то есть, я там из прица в нее брызгал, смотрел на поведение. То есть, тот за хвост брал, не давал ей на кухню идти, то есть, ну, изучал поведение, как бы, как реагируют, вот, ну. И, как бы, она меня уважала, как сына своей матери, своей, как бы, госпожи. Уважала, она понимала, что я сын, чувствовала, и она уважала меня. Я издевался над ней, брызгал, и она меня уважала, уважала, и потом я так, как бы, ботинки одеваю, чувствую, что-то от них пахнет. Запах от ботинок идет. Ничего себе, думаю, что такое, какая-то вонь вообще, какая-то страшная такая от ботинок. Вроде пот у меня так, ну, и так, ноги так не потеют. И потом, куда я только ботинки не прятал, она все время их находила и писала в них. Вот. И я сдался. Перестал ее брызгать, она перестала писать ботинки. Все, мы, как бы, с ней нашли у птицы. Хотя мне казалось, что он никогда не перестанет писать ботинки. Перестала. Я нашел причину в себе. Мне не надо было перестать ее брызгать шприцом по ней. Все. Все банально просто. Он чувствительный, добрый человек. Но он сейчас пошел на принцип. Он, как бы, не любит вас. Поэтому третирует. Просто третирует. Надо в молитве принять его характер. Научиться с ним правильно совести. И он успокоится. Постепенно. А вы научитесь понимать, как Бог действует через старших и дает благодать. Этот человек может по вашей судьбе вам повышение сделать большое. Не внутри своей структуры, а помочь вам. Вот у него есть такая возможность. И так всегда действует судьба. Она действует неожиданно через тех людей, которые, кажется, что никогда бы не помогли. Но ты делаешь какой-то шаг, перешагиваешь через себя. И потом от человека приходит удача от того, которого ты никогда бы не подумал. Вот от этого человека для вас может прийти удача. Он, когда по-доброму начнет вам, он вам может повышение сильно сделать. У него есть связи, друзья хорошие. Он может вам помочь.